Саша, ты такая классная, ты такая хорошая, я хочу быть похожей на тебя. Саш, 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 Саш! Это всего лишь сон. Тварь ты сраная, какой биомусор? Ты чокнутая, наверное, или ты дура? Тупая, хочешь избавиться от детей только через меня или через тех, кто согласен? Со мной поддержите меня лайком и не дайте ты, извините за выражение, дуре так разговаривать. И да, ты на себя видела персингованная швабра, я все сказал. О, наконец-то я в своей реальности. Взяла и изуродовала себя, если ты не знаешь, это на всю жизнь. Ты тоже была таким уебком, а теперь такое говоришь. Блядь! Всем привет, и с вами важная персона Александра Озгар. И да, это тот самый ролик, где я буду читать ваши комментарии, ваши тупорылые, непонятные, безграмотные комментарии, и буду на них, конечно же, отвечать. Последний ролик этой рубрики был очень-очень-очень давно. И начинаю с самого первого комментария. А прикинь, твоя любимая доченька или сыночек покончат с собой, а кто-то скажет про них, биомусор, не кто-то, а я. Ну бля, шо за куйня, она ненавидит подписоту, а вы ее любите, а насчет, чтоб ты сдох нахуй, это слишком, даже для тебя. Любовь зла, полюбишь и козла. Блядь, что она несет, сука, что за бред, ничего не поняла, дети не нужны, в смысле не нужны, будь добра, надо было пением заняться с детства, а то говорить, зачем дети нужны, и любить нужно всех. Короче, ты никого не поняла, и тебя я тоже не поняла. Следующие два комментария будут очень длинными, поэтому затерпите, 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 затерпите с терпением. Нет, я возражаю, в 17-19 лет нормально рожать, чем раньше родила, тем дольше можешь обеспечить ребенком. Давайте тогда все рожать, как в 13 веке, в 14 лет. Никакого образования, хотя, судя по твоему комментарию, у тебя нет никакого образования, и за спиной у тебя три спиногреза, рожденные в 17 лет. Никакого хобби, никакого увлечения, отдыха, подростковой жизни, просто будем все рожать 14 лет для того, чтобы просто рожать. Одна женщина родила в 48 лет и потом умерла, а ребенка куда, разумеется, в детский дом, а там такие мучения, просто жуть. По словам этого ребенка, там их бьют, а бандиты отстегивают воспитателем, чтобы те разрешили издеваться над малышками. А по словам ребенка, ему никто, никто, никто не верит. Ведь в итоге он вернулся на свободу из детского дома с ранами. Я и говорю, если родить в 17 лет, то ребенок успеет дожить до смерти матери, быть уже самостоятельным, плюс успеет выучиться на высшее образование. Давайте тогда проведем урок математики. Женщина, которой 30 лет рожает своего первенца. Высшее образование ребенок получает в 21-22 года, в это время женщине 51-52 года. Или люди в этом возрасте обычно умирают. Ты как минимум не получишь свое высшее образование, потому что ты родишь 17-19 лет, для того, чтобы ребенок успел до твоей смерти получить высшее образование. Но по твоей логике он не сможет получить высшее образование, потому что он тоже родит 17-19 лет. И его же ребенок тоже не сможет получить образование, потому что он тоже родит 19-17 лет. О боже мой, да тут замкнутый круг. А в детском саду вообще дела нянечку. В детском саду она училась перерезе с работы, она училась, училась и училась, и работала, работала и работала. После рабочего дня обживала. Поскольку мама умерла в 55 лет, то ее выселили, а она не могла деньги раздобыть, образование не успела получить, вот и бомжует. Такое ощущение, что я прочитала сценарий для русского сериала. В общем, не в этом суть. Этот отрезок комментариев я оставлю вам на размышления. Я хочу, чтобы вы мне его перевели на русский язык и закинули в комментарии. Ты просто ебанутая на всю голову, о каком естественном отборе ты, дура, ведешь речь. О каком биомусоре, да ты сама биомусор, ну ясно, короче, все как обычно. От которого нужно избавляться в первую очередь, чтобы другие этого не видели и не повторяли за тобой. Что ты несешь массой молодого поколения, этот дебилизм в виде пирсинга. Но дело в том, что на тебя смотрят тысячи маленьких девочек и мальчишек, думая, что это круто, не понимая, что на самом деле это умственная отсталость. Смотри на себя, симпатичная девочка, испоганила свою морду лица пирсингом. Морду лица пирсингом. Ты сейчас даже не понимаешь, что изуродовала свой фейс. Фейс. Навсегда. Таким, как ты, нужно лечиться. Читай хорошие книги. О, подожди. Так мне нужно лечиться или мне нужно читать хорошие книги? Читай хорошие книги, слушай хорошую музыку, занимайся хорошими делами. А не неси этот бред в массы. Люди, которые таким способом хотят самовыразиться, больные люди, им нужно лечить голову. Точно лечить голову? Потому что перед этим ты писал, что нужно им читать книги, слушать хорошую музыку и заниматься хорошими делами. Как жаль, что я родился и прожил жизнь в этой отсталой и во всех отношениях стране. Воровская страна. Воровские законы. Живем не по чести и совести, а по понятиям. Ну вот страшная я и что мне делать? Я виновата, что радиоась не под стандарты этого поколения подростков. Стало очень обидно, посмотрев это видео и понял, что я урод и никому не нужна. Прости, конечно, но именно после таких слов некоторые начинают считать себя уродами и, как ты сказала, никому не нужными и совершают суицид. Спасибо за то, что подняла мою свою оценку нет. Первый раз в жизни вижу в своих комментариях предсмертную записку. Это очень мило с твоей стороны. Хотя ты не увидишь моего ответа на свою предсмертную записку уже. Никто тебя не будет любить так, как родители. Сказал отец после того, как разбил бутылку водки об голову сына в каком-нибудь мухосранске. При общении с тобой в комментариях я поняла, что это не твой образ, ты на самом деле кончная. Вот именно, это не мой образ, потому что образа у меня как такового совершенно нет. Я написала в комментариях совершенно не о тебе, более того, там даже оскорблений не было. Ты тут же начала играться, как последняя образота матери, у меня нет в чем в светстве. Только потому, что я высказала свое мнение, которое отличается от твоего. Блядь, это сейчас нормально, и ты будешь пиздеть, что ко всем относишься нейтрально, пока тебя не трогают. Ну, если я тебя послала нахуй, либо сказала что-то остроумненькое, отвечая на твой комментарий, где ты высказала свое якобы мнение, то сори, но цори, это проблема не ко мне, а видимо у тебя что-то с головой, раз ты так сильно бомбишь от этого. Я, если честно, не нашла ее комментарий, поэтому я не ебой, чем она. Овца ты ебаная, как ты сказала, то, что люди живут в горах, у них отличное воспитание, не то, что у тебя, дочка шлюхи, блядь, пизду себе прокали. А я так понимаю, что ты с гор, и у тебя отличное воспитание. Собираю на проживание тату, аппаратуру и т.д. Господи, ей самой не стрёмно понтов больше, такие называются халявщиками. На самом деле бомжи, которые просят мелочь на мосте, на самом деле просто понтовщики. Просто ебаный, блядь, понтовщик. Ты наоборот не самая важная персона на ютубе. Ты вообще уже пиздонос, и из-за этих дедов ты сейчас жива, и снимаешь видео, и умничаешь про то, что цитирую парады, до сих пор для этих дедов сделаны. Рот закрой, важная персона. И ты говоришь, что мы будем писать это. Да, мы будем, потому что нас нормально воспитали, и дали понять, что если бы наши деды не воевали, нас бы сейчас тут не было. И мы им за это благодарны. Поэтому мы проводим эти парады. Шел 2020 год, в Гиеве был парад Гомо Сапиенс, в честь 40 тысячелетней победы Гомо Сапиенс над неандертальцами. Ведь благодаря им я сейчас снимаю видео и живу. Стоп! Ты же сказала Баске, что нормально на украинском уже давно не разговариваешь. Но как ты живешь в Украине, и там разговариваешь на украинском? И это останется самой главной загадкой века. Как это в Украине разговаривают не только на украинском языке. И это пока были все отобранные мною комментарии. И с вами была важная персона Александра Озгард. А вы напишите мне что-нибудь ебанутое в комментарии, либо что-нибудь милое, либо, как всегда, какая у вас погода. У меня дождь будет скоро. На этом я заканчиваю свой ролик. С вами была важная персона Александра Озгард. Всем котиков, компотиков и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok